здравствуйте меня зовут аниси ларионова сегодня я проведу мое утро сейчас вы узнаете для кого построили гигантский аквариум в калифорнии калифорнии при институте океанографии скрипса сделали гигантский аквариум для лиственных морских драконов эти завораживающие существа по-научному называются морскими коньками-тряпичниками они близкие родственники морских коньков эта выставка вероятно одна из крупнейших в мире аквариум почти три метра в высоту и пять с половиной в ширину в аквариум вмещается 24 тонны воды и для 30 сантиметровых тряпичников эти водные просторы огромны здесь обитают всего 14 особей двух видов из семейства игловые и только три из них морские коньки-тряпичники не каждый аквариум может похвастаться такими экземплярами а в дикой природе этих необычных существ становится все меньше им угрожают загрязнение и потепление океанов и браконьерство об этих удивительных рыбах люди мало знают и увидев впервые потрясены мы считаем важным рассказать им что эти необычные существа живут в наших океанах и нам надо их защищать тряпичники обитают в водах индийского океана омывающих австралию и тасманию тело и голова этих морских существ покрыты отростками которые имитируют водоросли такой камуфляж помогает тряпичникам прятаться от естественных врагов они правда выглядят как водоросли непостижимо было видеть что они живые и плавают туда-сюда это здорово я раньше не видел ничего подобного очень интересно мне понравилось специалисты надеются что тряпичники начнут размножаться в аквариуме это помогло бы восстановить популяцию настало время разминки перед тренировкой а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Приземляемся здесь достаточно мягко, чтобы не удариться копчиком. Отрываем таз и быстро встаем за счет инерции наверх. Помогаем себе оттолкнуться руками, поэтому перед тренировкой обязательно хорошо разминаем кисти. Стопы ставим параллельно, не накрест. И работаем на 20 раз. Поехали! Отлично! Поехали дальше! В следующем упражнении совмещаем тягу, подъем ноги и выпад назад. Лучше стать возле какой-нибудь опоры, чтобы можно было себя страховать в случае потери равновесия. Итак, стоим на одной ноге, делаем тягу, уводим таз назад, поднимаем ногу, зажимаем ягодицу, сразу уходим в выпад назад и снова поднимаем ногу. Делаем по 15 повторений на каждую. Поехали! Есть! Переходим на следующее упражнение. Переходим к отжиманиям с выходом. Делаем одно отжимание. Ставим стопу на уровне груди, поднимаем вторую ногу и сразу уходим в отжимание. Ноги не чередуем. Делаем по 10 раз на каждую. 4 уже есть. Делаем. Одна нога есть. Переходим на вторую. Отлично! Молодцы! В приседаниях, которые мы будем делать, вы почувствуете не только ноги, но и спину, и плечи. Итак, поехали! Широкая постановка ног. Носки смотрят наружу. Медленно уходим с отведения таза назад вниз. Ладони обращены в центр. Затем поднимаем руки перед собой. Затем уводим с усилием локти назад. Сводим лопатки в этой точке. Чувствуем спину. Затем делаем разворот. Локти направлены четко вниз. Затем руки наверх. Лопатки идут следом. И только теперь встаем. Это упражнение выполняем медленно. Таких нам нужно сделать 12 раз. Поехали! Медленно уходим. Отлично! Закончили и переходим к следующему упражнению. И заключительное упражнение нашего круга – пресс. Поехали! Итак, упражнение у нас три в одном. Начинаем со складки. Затем оставляем ноги на весу. Делаем складку попеременно. И соединяем локти с коленями. Работаем! Мы сделали 15 повторений и завершили наш круг. Все упражнения выполняем без отдыха, а в конце каждого круга отдыхаем 2 минуты. Таких делаем 3-4 круга в зависимости от уровня подготовки и самочувствия. Хорошей вам тренировки! Как готовить курицу по-индийски? Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня вы узнаете, какие качества человека можно узнать по тому, как он располагает ноги сидя. Ноги вместе. Интересно общаться. В них жив дух ребячества, а креатив так и прет. Пятки вместе, носки врозь. Для людей, которые ставят ноги таким образом, самое главное – комфорт. Кому-то их образ жизни покажется хаотичным, но на самом деле они очень разборчивы и точно знают, чего хотят. Их главный недостаток – неорганизованность. Ноги в сторону. Люди, которым нравится сидеть именно так, никогда не спешат с важными решениями. Их отличает настойчивость и целеустремленность. Им чрезвычайно важно то, как они выглядят, а где-то в глубине души они не уверены в себе, поэтому зачастую принимают критику в штыки. Нога закинута на ногу. Люди, выбирающие эту позу, мечтательны, обладают хорошо развитым воображением. Вряд ли они станут терпеливо дожидаться понедельника или нового года, чтобы начать жизнь с чистого листа. Зачем? Ведь можно начать немедленно. Модные переделки футболок Я расскажу вам, как сделать 5 мега крутых и стильных вариантов футболок на все случаи жизни. Для первого варианта отрезаем рукава футболки на расстоянии 1 сантиметра от шва и используем их как лекало. Новая рукава сделаем из сетчатой ткани вроде фатина с рисунком. Фатин в мелкий горох, кстати, тоже будет смотреться очень круто. Вырезанные заготовки рукавов нужно шить по длине. Это очень просто сделать вручную, потому что шов почти незаметен. Дальше пришиваем рукав к самой футболке, начинаем от подмышки. Дополнительно пришиваем край внутрь, чтобы он не торчал. В зоне манжеты закрепляем бархатную эластичную ленту. Именно она будет фиксировать рукав и создавать складки. Выглядит очень романтично. Для второго варианта понадобится маркер для росписи тканей. Ищите его в магазине для творчества или в той же Икея. Задача – нарисовать очертание топа в бельевом стиле. Чтобы вышло ровно, воспользуйтесь линейкой. Прорисовываем кружево и вариант для тех, кто остерегается тренда на реальный топ поверх футболки – готов. Третий вариант кажется классическим, но на самом деле будет здорово смотреться с обычными джинсами и кроссовками. Понадобится несколько бус под жемчуг. В хаотичном порядке размещаем их на футболке и пришиваем. Лучше всего использовать легкие бусины, чтобы они не оттягивали трикотаж. Четвертая футболка для романтичных прогулок. Возьмите широкую тесьму. С ее помощью мы создадим красивые валаны. Отмерьте ленту в два раза длиннее, чем ширина рукава, и пришейте к краю, формируя складки. Второй ряд можно пустить чуть выше. Его также пришиваем прямо вручную. И последний вариант для любителей ироничных фраз. Вставляем футболку в кальцы и прикалываем к ней распечатанный на бумаге текст. Далее вышиваем прямо поверх текста нитками мулине. Эту технику мы уже показывали вам несколько раз, но она работает идеально. Кстати, выходит прекрасный вариант подарка для подруги. Игра на запуск речи. Игра «Путь к сокровищам». Правила игры. Чтобы получить доступ к сокровищам в коробке, ребенку нужно принести в корзинке нужные предметы. Просим ребенка «Принеси мне ложку, колокольчик и шарик». Инструкция повторяется только один раз. Затем ребенок должен принести в корзинке то, что запомнил. Количество слов регулируется. Можно начать с двух. Выполнив задание правильно несколько раз, ребенок получает доступ к сокровищам. Например, сенсорную коробку. Игра «Закрашивание зеркала». Вам понадобится большое зеркало, кисти, краски, емкость с водой, а также ароматные вещества. Мы используем мяту и кофе. Посадите ребенка на колени перед зеркалом и вместе рассмотрите лицо. Затем совместно губкой или большой кистью закрашиваем зеркало краской так, чтобы ребенок не видел свое лицо в отражении. Далее постепенно смываем краску чистой губкой, рассказывая ребенку о частях тела, стимулируя сопряженно произносить их название. В конце игры взрослый несколько раз эмоционально произносит имя ребенка. Где Маша? Вот Маша! После этого продолжаем игру, знакомя носик ребенка с ароматами мяты и кофе. Это кофе, это мята. Понюхай, как пахнет. Игра «Речевой фотоальбом». Подготовьте альбом с фотографиями ребенка в различных активностях. Желательно, чтобы в альбоме также были совместные фото ребенка только с мамой, только с папой, только с бабушкой, дедушкой. Каждый вечер в качестве ритуала рассказываем и показываем фотоальбом любимым игрушкам. При этом оречевляем все, что изображено на фото простыми короткими предложениями, которые всегда должны быть одинаковы. Это Федя. Федя на море. Это мама Феди. Это папа Феди. Федя ест. Федя дует. Федя бежит и так далее. Программа подошла к концу. С вами была Анисия Ларионова. Желаю вам хорошего утра. Ну а сейчас не переключайтесь. Будем смотреть мультик. Субтитры делал DimaTorzok